Всем привет! Меня зовут Нина Заславская. И сейчас мы направляемся в Чебоксары, чтобы рассказать вам реальную историю, как люди добиваются своих целей, преодолевают страхи и исполняют мечты. Сегодня я хочу познакомить вас с топ-мастером и тренером нашей студии в городе Чебоксары Ольгой Осиповой. Оля, расскажи, пожалуйста, как ты к нам попала и вообще как пришла в перманент? В первую очередь, всем привет! Я изначально, с самого детства очень любила рисовать и искала себя. Я думала, чем мне заняться. Ну, вообще, я в детстве была очень творческим ребенком. Я ходила и на вокалы, и на танцы, и потом уже в более подростковом возрасте я начала рисовать эскизы для татуировок. То есть мне была вот интересная сфера именно татуировок. Ты просто рисовала, но не делала машинкой. Не делала. Это была вообще моя мечта. Я прямо очень хотела, я очень горела именно заниматься татуировками, рисовать на людях, рисовать эскизы. И я даже начинала, купила машинку, но все равно это же требует средств, первое оборудование, куда-то пойти учиться. И я не знала, как мне к этому вообще прийти, как прийти к татуировкам, потому что это все равно такой бизнес, в который, чтобы войти, нужны вложения. А ты уже кому-то делала машинкой или так чисто на латексе? Нет, я вообще даже не начинала. Вообще ни разу. У меня вот была мысль, хочу, но нужно сначала заработать, чтобы это получить, чтобы начать этим заняться. И я просто искала подработки, работу какую-либо, и нашла на ХХРУ вакансию администратора в перманент-эксперт. Я вообще понятия не имела, что такое перманент на самом деле. Я сюда пришла просто работать административной работой. Зарабатывать на обучение в татуировке, да? Да, зарабатывать на татуировке. И получается, меня как-то сразу взяли, и я изнутри узнала, что такое перманент. А потом девочки видели, что я хорошо рисую мастера, и говорят, Оль, давай типа попробуй, попробуй, у тебя получится. И у нас девочка как раз уходила, вакантное место появилось, и она меня посоветовала вам. Да, я помню, ты мне написала, а можно я попробую, я пока потренируюсь на латексе, и у тебя такие классные работы сразу стали получаться. Все-таки, когда есть художественное образование, сразу чувствуется. И мы, получается, встретились в Казани уже, познакомились, и двухнедельный курс прошла обучение перманент-макияжу мастерам. А вообще, когда мне дали шанс, когда вы мне сказали, что да, давай попробуем, приезжай в Казань, ну, это было прям, не сказать, ну, как шок, наверное, я такая не могла поверить. Оля, расскажи, пожалуйста, с какими трудностями ты столкнулась, как начала заниматься перманентом? Было ли такое, что ты думала, ой, зачем я пошла, сидела бы администратором, как раньше? Расскажи. Было. Это еще началось с момента обучения. Мы жили вместе вдвоем с девочкой, и мы когда приходили в квартиру, после уже обучения, мы такие, господи, завтра опять эти брови делать. Ну, у нас не получалось, и нам было страшно, мы прям очень боялись этих моделей. И потом уже, вот в течение полугода, когда мы уже прошли обучение, я вернулась в Чебоксар, и было, конечно, и страшно, и тяжело. Ну, потому что где-то какие-то знания теряются, все в кучу, и ты начинаешь потихонечку-потихонечку разбираться. И вот первые полгода я помню, что у меня даже опускались руки, я такая думала, что, наверное, это не мое, мне это не нужно. И мой молодой человек у меня поддержал, говорит, не сдавайся, продолжай, пробуй. И вот точно, что я могу сказать, если тебе что-то нравится, что-то тебя вдохновляет, все получается не сразу, все получается постепенно. Невозможно вот хоп, и все сразу идеально. И многие вот девочки с обучения тоже боятся начинать работать. и говорят, ну вот, мне не получается, пишут мне, что мне не все выходит. И я всегда успокаиваю их тем, что мне тоже все было сначала не идеально. И я так же. И до сих пор, что я могу сказать, я до сих пор развиваюсь. То есть это такая сфера, на которой невозможно. Вот ты делаешь хорошо, и все. И ты стоишь на месте. Да, ты постоянно развиваешься, развиваешься, что-то новое. Вообще сфера перманента сейчас, она ведь развивается постоянно год за годом. Ну ты очень выросла даже взять тогдашние твои работы и сейчас. Прям сейчас очень крутые работы. И это показатель, что ты всегда над собой работаешь. Ты очень так критично относишься к своим работам. Ты очень ответственный человек в этом. Наверное, такие именно люди нам и нужны в перманенте. Ну да, сто процентов. Я вот за то, чтобы всегда развиваться. И ну да, действительно критично и к работе, и вообще ко всему жизни в своем, и ко внешности. Нет, на самом деле, вот как ты сказала, на первоначальном этапе опускались руки. Я тоже вспомню себя, там, 9 лет назад, когда я села за первую процедуру, у меня вот так вот тросились руки. Я думаю, господи, зачем мне все это вообще надо? Что я делаю? А потом я выдохнула, потом вторая модель, уже легче. Третья еще легче, я помню. Вот после пяти человек меня прям так отпустило, я почувствовала такую легкость, уверенность. Вот у тебя сколько человек прошло? Ты не помнишь, когда ты думаешь, ой, я все могу? Ну, я помню, что вот первые именно полгода мне было страшно. Вот, ну, то есть я над собой работала, я боролась со своим страхом. Вот помню, что полгода это было. А потом уже через полгода я начала себя увереннее чувствовать, уже как рыба в воде, можно сказать. И мне стало легче, действительно. Я просто видела развитие своих работ, как они мне становятся лучше. Мне уже начинало это нравиться, и, соответственно, я стала себе увереннее. Оля, расскажи, почему ты осталась работать в студии, а не ушла работать на себя в свободное плавание? Ну, в первую очередь, когда я начинала работать, все равно у тебя еще каша в голове, недостаточно каких-то знаний, и у тебя есть более опытные мастера, которые тебе как-то подскажут. И вот был, помню, смешной случай. Я только обучилась, и вроде бы самая простая процедура межясничка, да, а я просто не знаю, как ее красить. Ну, просто все, ну, у тебя страх, вот тебе нужно начинать работать, а тебе же страшно, тем более это глаза. И все равно помогают мастера, которые рядом. То есть это уже как команда и поддержка в то же время. И вот девочки, которые у нас обучаются, идут в свободное плавание работать. Многие, вот как я заметила, перестают работать, то есть забрасывают. Вот как у меня было первые полгода, мне было страшно в первую очередь, у меня не получалось все сразу. Да, мы как бы все равно с ними поддерживаем связь, но в любом случае классно, когда у тебя поддержка, именно когда ты работаешь в студии. То есть ты можешь в любой момент позвать мастера, и она тебе подскажет, что как сделать. А тут девочки работают на себя, уходят работать на себя, и у них нет этой поддержки, и они забрасывают это дело. Вот это неправильно, не нужно никогда опускать руки, всегда нужно продолжать работать. И самый главный совет, который я могу сказать, это нужно постоянно тренироваться. Согласна, абсолютно согласна. Просто опыт свой, набирать опыт. И еще один плюс в том, что работа именно в салоне, потому что здесь есть поток клиентов. И это очень важно, когда ты только обучился и уже начинаешь работать с клиентом. То есть отрабатывать свои навыки вживую, не только на латексе. И благодаря этому ты быстрее развиваешься, быстрее начинаешь свои работы улучшать, опыт получаешь, неимоверный опыт. А когда ты работаешь на себя, все равно привлечь клиента к незнакомому мастеру, у которого мало работ, тяжело, достаточно сложно. Тем более сейчас, когда сфера перманентного макияжа стала очень популярна. То есть многие обучаются. А вот скажи, сейчас, на данный момент, сколько процедур ты делаешь в месяц? Ну, это, конечно, число неопределенное. То есть плюс-минус, самая, наверное, высокая цифра, 130 процедур. Ого! Да, около 130. Но это нужно прям целый месяц с утра до вечера работать. У тебя два выходных в неделю, да? Да, у меня в месяц шесть выходных получается только. Зато 130 процедур. Это очень круто. Ну, пожаловаться не могу. Это здорово. Ну, конечно, когда ты доволен своей работой, все равно работает сарафанное радио. Сарафанное радио самое эффективное. Как мы обсуждали в предыдущем интервью тоже со спикером, что сарафанное радио все-таки самое эффективное в нашей сфере. И ничто так не работает, как сарафан именно. Оля, расскажи, пожалуйста, про свои достижения и как ты выросла за это время. В прошлом году мы посетили чемпионат Интерперманент, всероссийский чемпионат, в котором более 300 участников было. И мы очень долго к нему готовились. На самом деле, это было очень волнительное событие. Я помню, как мы готовились. Это было очень волнительное событие. И на самом чемпионате я участвовала в двух номинациях. Первая номинация, я долго не могла найти кушетку. То есть ходила ее искала, и все уже как-то пошло не по плану, все пошло не так. И со второй номинацией у меня машинка не включалась. И я как-то даже была расстроена. Но по итогу все усилия были не зря. Я заняла первое место в чемпионате России. Это уже в следующем году, правильно? Тогда ты заняла, по-моему, четвертое, пятое место. Немножко не дотянула. Но в этом году мы же дотянули. Рассказывай. А то я перегиваю тебя. Да, в этом году мы дотянули. Я заняла первое место на чемпионате России. И на самом деле я этого не ожидала. Потому что, я говорю, мне все опять пошло не по плану. Но я безумно рада. И я помню сообщение от вас. Оля, первое место. Это, конечно, было вообще незабываемо. Да, вы можете, кстати, посмотреть, перейдя по ссылочке, как мы получили столько кубков. И самый главный кубок, это именно ее. В свою очередь я хочу выделить, Оль, тебя. Ты огромный молодец. Помимо вот этого шикарного кубка, Олечка у нас стала мастером года среди поле 30 мастеров нашей сети. Все благодаря волосковой технике, которую она выполняет. Она выполняет большее количество процедур из всех. И я думаю, как раз-таки поспособствовала эта новая техника. У вас, по-моему, никто ее не делает, кроме тебя в городе. Да, согласна. Она набирает прям популярность, потому что вообще сфера сейчас именно перманентного макияжа, она развивается в ту степь именно естественности, натуральности. И многим хочется попробовать что-то новое. То есть вот эту вот пудру делают все. А волоски вообще мало кто, поэтому... Ну, сложно волоски, скажи честно. Ну, честно, в начале было непросто разобраться, а на самом деле все просто. Если вот понять технику, все очень просто. Ну, ничего сложного в этом нет. Зато действительно, когда транслируешь волоски, вот как ко мне сейчас на пудру вообще не идут. Все, волоски, волоски у тебя так же? Да, согласна. Все хотят волоски, да. Всем хочется поестественнее, чтобы не было заметно. И все боятся чересчур яркости. Всем хочется более натурально. Это тренд последнего года, 100% согласна. Согласна, да, полностью. А сейчас мы покажем вам материальные достижения Оли и перемещаемся в другую локацию. Мы уже в новой локации, и я хочу вам показать главное Олли на достижение, к которому она пришла, работая в Перманите. Олечка, расскажи, пожалуйста, как долго ты к этому шла? Ну, чтобы приобрести свою квартиру, я шла примерно к этому 2,5 года, работая прям усердно, каждый день. Ну, соответственно, и процедур у меня достаточно много, и заработок соответствующий. А сколько ты зарабатываешь, если не секрет? Ну, всегда по-разному, но обычно от 100 тысяч и больше. Все зависит, конечно, от процедур в месяц. Ну, учитывая то, что ты делаешь 130 процедур в месяц, я думаю, там выходит больше 100 тысяч рублей. Ну, чаще всего, да. Плюс это еще обучение, дополнительные курсы. Конечно, заработок достаточный, поэтому я и решилась на такую большую покупку, которую очень давно хотела. Расскажи, пожалуйста, о своей семье. В какой семье ты выросла? Прям очень интересно. Ну, я не из богатой семьи, даже не из семьи со средним достатком. То есть у нас в основном работала мама, когда мы с братом в школе учились. И, соответственно, денег, конечно, очень не хватало. Нас четверо в семье. И мне всегда хотелось как-то помочь маме. И всегда хотелось свой угол. У меня даже не было своей комнаты. Мне всегда хотелось свое место. И я помню первую зарплату, которую я получила еще в школьные годы. 20 тысяч я заработала. Я дала их маме и вообще ни капельки не жалела. И мы показали кое-какие долги. И покупка квартиры, это, наверное, была моя самая важная первая цель. Которую я прям очень сильно хотела. Но мне в нее как-то не верилось, если честно. Потому что это очень большая покупка. Это абсолютно немаленькие деньги. И я безумно благодарна за шанс, в первую очередь, который мне дали. И то, что я таких высот достигла. А я очень горжусь, что рядом со мной именно такие люди, которые горят своим делом. И, соответственно, получаются такие результаты. Я думаю, родители тобой просто безумно гордятся. И мне кажется, они немного в шоке, что такая маленькая хрупкая девочка добилась таких высот и купила уже свою квартиру. Ну и я, конечно, не перестаю им помогать. И вот в этом плане то, что я могу помогать маме, ну это вообще невероятно. Какая была их реакция, когда ты сказал, мама, я покупаю квартиру? Ну, конечно, в первую очередь не поверили. Квартиру, сама. Причем мне абсолютно ведь никто не помогал. Родители мне никак не могли помочь. Поэтому я очень долго копила. И поэтому, ну это вообще невероятная покупка. До сих пор не верю. Согласна. Оль, ну ты очень много работаешь. Скажи, пожалуйста, мешает ли работа личной жизни? И может, случались такие моменты, когда ты перегорала, хотела все бросить, уйти куда-нибудь и вообще все забыть? Ну да, конечно, из-за того, что много работаешь. Я работаю пять дней в неделю, с утра до вечера, когда прям плотный график. И, ну, личной жизни, конечно, это немного мешает, поскольку ты не успеваешь какие-то домашние дела сделать, даже куда-то сходить. В свои выходные хочется просто лечь и смотреть сериалы или фильмы. Ничего делать не хочется. Поэтому, ну, времени не хватает. И вот я очень заметила, что ценить очень начала время, потому что вот заметила эту нехватку его. Поэтому ничего страшного, зато есть работа, это самое главное. Лучше так, чем когда ты просто сидишь без дела. И я работаю в такой сфере, которую я очень хотела. Это сфера творческая. Работы много. И, честно признаюсь, очень устаю. Но поскольку это творческая работа, которую я очень хотела, у меня нет такого, что я утром просыпаюсь с мыслью опять туда идти, как у меня было раньше при другой работе. То есть я просыпаюсь с легкостью, с вдохновением, что я иду работать и делать свою работу, которая мне нравится. Творческую именно работу, интересную. Поэтому в этом плане я с легкостью работаю. Но она мне абсолютно не в тягость. Ну и последний вопрос, каверзный, сразу говорю. Скажи, вот мне очень интересно, первой цели такой глобальной ты уже добилась, покупка квартиры. А есть уже появилась какая-то вторая глобальная цель? Да, это личный транспорт, машина. Какая-то определенная или пока просто? Нет, это не определенная машина, она точно крутая. Ну, в следующем году, я уверена, что мы снимем выпуск в воленой машине. В красной, я запомнила. Ну, а мы с вами увидимся в следующем выпуске. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. До скорых встреч. Пока-пока.